Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телепередача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Сейчас мы находимся в середине Великопостного поприща, и та неделя, которая сейчас идет, в богослужебном уставе называется «Крестопоклонный». Крест сопровождает православного христианина везде и всюду. Крест мы носим у себя на шеях, кресты венчают наши храмы. Внутри мы находим огромное количество крестных распятий. Они на иконостасе, они рядом с так называемым тетроподом, где мы молимся об упокоении, и ставим свечи. Вот сегодня предлагаю поговорить о кресте. Какое же место он занимает в жизни православного христианина? И у нас сегодня в гостях наш православный эксперт, священник, клирик Успенского храма и романах Герасим Вертий. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, батюшка! Ну вот, действительно, крест не просто символ. Крест не просто некий амулет, который мы носим на шеи. Вот для начала, для того, чтобы нам перейти, наверное, к самому главному, самому важному разговору, поясните для наших телезрителей, какое место вообще занимает крест Христов именно в богословии? То есть, какое место он занимает в понимании нашей веры? Почему мы так его чтим? Почему мы его носим на шеях? Очень часто слышится такой недоуменный вопрос, ведь крест — это орудие казни, орудие пытки. На кресте изображается страдающий Бога человек. Почему не изображение воскресения? Почему мы носим именно изображение креста, изображение распинаемого Бога? Да, действительно, это очень важный вопрос, и действительно, много недоумений возникает у людей внешних или неверующих, когда они взирают на крест Христов без веры, находясь в сердце. Потому что, вот вы сказали, что там изображен страдающий. Да нет, это еще страшнее. Там изображен уже мертвый. Мертвый Бог. Человек внешне смотрит и видит у народа казни, позорно, надо заметить, казни, на котором прибит гвоздями в руки и ноги уже мертвый Бог. Его лицо покрыто потоками крови, которые струются с чела. Его ребро пробито копьем. Он мертв. Но, несмотря на это, для нас, для православных христиан, крест является самым главным, как вы сказали, даже более чем символом. Это знамя победы Христа над смертью. Это знамя и символ нашей победы во Христе тоже над смертью. Христос умер на кресте, чтобы мы имели жизнь вечную. И понимание этого является центральным, вообще центральным в христианском богословии. Самое интересное, что вот эти сомнения преследовали неверующих или внешних людей для церкви всегда. Об этом даже написано в корпусе книг Нового Завета. Апостол Павел, первоверховный апостол, апостол язычников, пишет в послании к Коринфянам такие строки, что крест является для иудеев соблазном, для эллинов безумие, для нас, а мы проповедуем Христа распятого. Действительно, это центральный такой момент и центральный догмат нашей церкви. А что же произошло на кресте? Почему нам так важен крест? Об этом надо тоже понимать и помнить. И надо заметить сразу, что смертная казнь на кресте – это не какая-то уникальная казнь, которая была придумана злыми людьми специально для Господа нашего Иисуса Христа. Нет. Мы с вами, все люди, учились в школе и знаем такого древнеримского революционера, как Спартак, он поднял восстание рабов задолго до Господа нашего Иисуса Христа, задолго до евангельских событий. И когда его восстание было подавлено, большое количество его бывших соратников вдоль Апиевой дороги от Рима на юг было распято на крестах. Это вполне распространенная римская казнь, очень страшная, болезненная. И надо заметить, еще немаловажно, она применялась по отношению к негражданам Рима, то есть людям, которых считали такими презренными. И здесь надо пару слов сказать, как эта казнь происходит. Ну, мы на кресте можем увидеть, что Господь наш распят, Он широко раскинул руки, и в руках Его находятся гвозди. Как же умирает человек на кресте? Дело в том, что исследование, ну как, я бы не сказал, это в прямом смысле слова исследование, в 20 веке в Германии, как вы, наверное, знаете, во время фашистского режима, гитлеровского, большое количество людей находились в лагерях смерти, и над ними их не просто убивали там, в том числе там над ними проводили медицинские эксперименты. Как нам известно, в том числе пытались их распинать, чтобы проверить, насколько это болезненно, и вообще как люди умирали на кресте. А почему это было интересно вот этим извергам, фашистским медикам? Наверное, потому, что уже более 1700 лет, слава Богу, никого на крестах не распинают. Эта форма казни ушла в прошлое, после того, как христианство стало государственной религией Римской империи. Так вот, вот эти опыты, медицинские опыты для людьми показали, что смерть на кресте, она очень нескорая. Человек может умирать часами на этом кресте. Почему же он умирает? В осенье от потери крови, потому что забитые в руки и ноги гвозди не пробивают важных артерий. Что же, почему же человек умирает? Он задыхается. Потому что, когда руки прибитого к кресту растянуты, происходит... Изменение, деформация. Это диафрагма, и человек, чтобы дышать, вынужден опираться на пробитые ноги, так сказать, подтягиваться на этом кресте, чтобы просто-напросто сделать один-единственный вздох. А это надо иметь в виду, все-таки ноги и руки пробиты. И пробиты не вот современным гвоздем, а гвоздем, который сковали 2000 лет назад. Это такие достаточно массивные, крупные гвозди, трех- или четырехгранные. И человек, чтобы просто сделать один-единственный вздох, вынужден опираться на свои пробитые ноги. И происходит вращение этого креста трех- или четырехгранного в ране. И вот это большое... Это, конечно, жуткая боль. А не вздохнуть невозможно. И поэтому, чтобы продлить свою жизнь, распятый человек вынуждает самостоятельно, самому себе причинять просто чудовищную боль. Зачастую у нас там зуб заболит, мы не знаем, куда деваться. А здесь вот такой вот ужас. И что же происходит с Господом нашим Иисусом Христом? Почему он находится на кресте? Почему он испытывает такую боль? Ведь он же всемогущий Бог. Он мог призвать, как и говорит об этом Петру в Говсиманском саду, и легион ангелов, чтобы они его защитили. Зачем же это происходит? Почему Господь испытывает эти страдания? Я должен подчеркнуть, что страдания не только физические, даже не столько физические. Сколь бы ни была ужасна смерть на кресте, но страдания, которые перенес Господь наш на этом орудии казни, намного более страшные, потому что он принимает на себя добровольно, я подчеркиваю это, добровольно принимает на себя всю боль этого мира. Он душевно страдает тысячекратно более, чем физически. Он страдает за всех нас. Вся та боль, которая по закону должна излиться на нас с вами, на грешников, эту боль принимает на себя наш Бог. Он ее несет до смерти, до своей смерти. Тот, который является подателем жизни, источником жизни, умирает, испытывая нашу боль. Он задыхается, не имея возможности дышать и испытывая эти страдания. Почему? Зачем? Отчего? Но ответ на этот вопрос вообще является главнейшим, потому что таков был замысел изначало. Изначало Господь принимает решение принести себя в жертву ради нашего искупления. Иной раз человек может сказать, ну вот, пришел я в церковь, как в музей, посмотрел, да, достаточно интересно все здесь у вас. Вот крест, да, слышал, может быть, читал, может быть, видел что-то об этом. Но человек может задать себе вопрос, а ко мне какое-то отношение имеет? Я тут при чем? Ну да, было время, какой-то еврейский человек был распят на каком-то кресте. Это произошло очень давно, в другой исторический период, в другой области, с другим народом. Ко мне какое-то отношение имеет? А прямое? Прямое. Именно поэтому, что этот крест Христов актуален всегда и будет актуален до скончания мира, именно поэтому мы держим его столь близко к сердцу. Мы его носим, как вы, батюшка, сказали, замечательно на груди, мы его видим, приближаясь даже к храму, он находится на куполе. Мы заходим внутрь и видим, что крест на иконостасе, на самом верху. Мы видим крест везде, и в священнических одеждах. Ну, одним словом, везде, потому что памятование об этом, о подвиге, который совершил Господь, об этой жертве, которую принес Господь родное наше спасение, эта память должна изменять нас, должна поталкивать нас к чему-то большему, чем просто существование. Вот сейчас вот крест лежит в центре любого православного храма. В течение недели христиане поклоняются ему, молятся перед ним. И очень важные строки мы слышали в евангельском чтении вот в воскресенье этой недели крестопоклонной. Христос не так много в Евангелии конкретных императивов, повелений. Даже заповеди блаженства, в отличие от заповедей Моисея, мы не увидим таких жестких императивов. Если у Моисея мы читаем очень четко, не прелюбодействуй, не завидуй, не лжесвидетельствуй, в заповедях блаженства такого четкого императива нет, в Евангелии маловато таких вот прям жестких повелений. А здесь мы слышим интересные слова. «Кто хочет по мне идти, да отвергнется себя, возьмет крест свой и вслед за мной идет». Вот вообще интересно то, что это ведь слова палача. Палача, который заходит в темницу к тому, кто приговорен к кресту и говорит, «Все, оставь здесь сейчас свое, бери крест свой и иди за мной». Вот если говорить о том, что христианство — это путь в конечном итоге, то есть это даже не цель, а это именно путь, которым следует тот, кто называется христианином. И Христос сам о себе так и говорит, что «я есть путь, и истина, и живот». То вот в этом смысле, что значит путь крестоношения? Что значит для христианина взять крест свой? Вообще в чем он заключается? Потому что очень часто под крестом понимают болезни, скорби, проблемы какие-то. А если нет проблем, а если нет скорбей, то о каком кресте тогда идет речь? Какой крест должен взять на себя христианин, чтобы пойти вслед за Христом? Да, это очень важный вопрос. Действительно, это вопрос, который обойти невозможно тому человеку, который желает быть христианином, не просто по самоназванию, но и по образу своего жития. И вы очень точно заметили, что это слова палача. А в древности, сейчас, слава богу, такого нет, человек пришел на приговоренных к смерти, шел на место своей казни, самостоятельно перенося орудия своей казни. Такая ситуация была, предположим, и в 20 веке. Опять же, я вернусь к гитлеровской Германии, когда заставляли расстреливаемых выкапывать самостоятельно вот ров, в которые потом они будут брошены. А чуть раньше такая ситуация была и, собственно, в Римской империи. На место казни приговоренный самостоятельно нес орудие своей смерти. Мы это видим также и в евангельском повествовании, когда Господь наш Иисус Христос идет на Голгофу не просто так вот прогулочной, а будучи уже избитым, бечеванным во дворе понтия Пилата, он несет на своих плечах этот крест, на котором позже будет распят и умрет. И такая ситуация была не только по отношению к Иисусу Христу. Это была распространенная практика. И вот мы видим, что Господь, который является подателем жизни, который пришел, чтобы эту жизнь даровать нам всем, жизнь вечную, не временную, но вечную, и жизнь блаженную, Он говорит такие слова в Евангелии от Марка. Что бы это могло значить? Как это понять? А понять это действительно необходимо. Дело в том, что Господь говорит не просто о том, что надо взять крест. Он говорит сначала отверзь себя, а потом за ним идти. Потому что христианство, вообще само христианство начинается со смерти. И даже, да, конечно же, со смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, но и также со смерти и нового воскресения каждого из христиан. Ведь когда мы подходим к купели крещения, может быть, это не совсем явно видно в чинопоследовании, особенно людям, которые не очень хорошо понимают церковно-славянский язык, на котором происходит богослужение, крещение младенца или взрослого человека. Но все-таки мы там четко видим вот эту символику умирания каждого православного христианина. Умирание греху и жизни вечной, новому, можно сказать, условно воскресению для жизни во Христе. Так вот, умирать надо именно греху, умирать надо своим страстям, тем цепям страстей и грехов, которые зачастую человек по своей собственной воле сковывает себя. И вот крестоношение, конечно, оно проявляется разнообразным, разнообразно проявляется. Это и страдания какие-то, и болезни, и несправедливость, которую претерпевает христианин за имя Христова. Но просто так болеть или просто так страдать, потому что мы сами понимаем, что болеют и страдают не только христиане, но и атеисты, и язычники, и представители других религиозных традиций и учений. Так вот, крестоношение, в первую очередь, это именно следование за Христом и отвержение мира. Не обязательно, конечно, это надо идти в монастырь или быть отшельником, спасаться на островах или в расщельных каменных. Нет, но необходимо, вот именно необходимо отвергнуться тех соблазнов, которыми наполнен этот мир. Это обязательное условие. Отвержи себя и возьми крест мой. Что значит возьми крест? Вот про отвержение как-то я уже попытался сказать. А теперь вот о том кресте. То есть необходимо следовать за Христом даже до смерти. Зачастую человек, который считает и является, возможно, даже хорошим христианином, боится, что на него не так посмотрят, если он, предположим, будет проходить мимо храма и перекреститься по слову Давида к храму святому твоему. Или, например, человек опасается какой-то критики или хотя бы неодобрительного взгляда, если он помолится перед едой, если он, например, работает или в школе находится. Не обязательно громко, нараспев, но хотя бы про себя и перекреститься перед едой. Это тоже какой-то, не какой-то, а очень важный элемент нашей веры. Это исповедование. Сейчас, в наше время, уже никто за это не потащит христианина на арену, не бросит впасть львам или под ноги лигурийским вепрем. Миновало то время. Единственное, что может испытать человек, это вот неодобрительный взгляд или ухмылку, или слово какое-то недоброе. Но даже этого мы начинаем зачастую бояться, смущаться и не проявляем вовне, так сказать, не исповедуем свою веру, даже тогда, когда это предполагается. Так вот, крестоношение, в том числе, это даже следовать за Христом и не отвергаться от Него, не отрицать свою веру даже в намного более опасных ситуациях. Примером этих ситуаций являются многочисленные наши святые мученики. У нас в святцах, наверное, 99 процентов, я не подсчитывал конкретно, но я думаю, что не меньше святых мучеников. Это для нас должен быть всегда образцом для подражения. Человек, который не боялся ничего, потому что Христос, находящийся в его сердце, которому он искренне верит, давал ему силы. Ну вот еще, мне кажется, здесь очень важный аспект того, чтобы помнить, что мы узники. Да. Вот, да, Борисович, согласитесь? Потому что Христос нам именно об этом говорит. А когда ты стоишь перед узник, причем который смертник, он приговорен не к пожизненному заключению, а он приговорен к смерти. То есть смерть, о которой вы говорили вначале, от которой нас избавляет Христос, как из-под несущегося на нас бронепоезда, выталкивает нас из-под этого поезда, из-под этих колес, своей смертью. Так вот, мы смертники, а когда человек вот сидит в тюрьме, ему сказали, что послезавтра он будет убит, все становится, все второстепенно уходит на, именно на свой второй план. То есть мне кажется, вот еще этот очень важный момент, на который тоже мы редко обращаем внимание, что должна быть очень четко выстроена шкала ценностей. То есть вообще Христос еще, кроме всего прочего, говорит, что все второстепенное оставь. То есть вот здесь вот в тюрьме, чего тебе заботится, например, о твоем здоровье, когда ты послезавтра будешь убит? Чего тебе беспокоится о том, что ты не накопил, не сложил в житнице, когда ты послезавтра будешь казнен? Поэтому просто возьми свой крест, да, и вслед за мной иди. Мне вот кажется, ситуацией для наших православных христиан это крайне актуально сейчас напоминать. Да, да, это так. А вот еще такой вопрос. Часто тоже, вот я не знаю, как вам, приходится сталкиваться с таким осуждением православных христиан, что у нас очень все мрачно. Вот крестоношение, оно вообще в принципе, оно мрачное для христианина. То есть вот крест тяжелый, у нас и песни, все эти вот православные канты иногда тоже приходится слышать, там, крест тяжелый с терпением неси, не рабщи на суровую долю. И вот выходит, что для христианин доля действительно суровая, крест тяжел, вот, радости от жизни нет никакой. Вот есть ли радость во Христе во время крестоношения? Замечательный вопрос, конечно же, и необходимо на него найти, точнее дать ответ. Нет, но вот перед этим я еще хотел заметить вот на предыдущий тезис ваш за пару слов, если позволите сказать. Господь говорит нам, ищите прежде всего Царство Небесное, и правда его, все остальное приложится. А мы зачастую ищем всего остального и рассчитываем, что когда-нибудь по милосердию Божию и Царство Небесное тоже приложится. Потому что мне надо сделать, что накопить полный сундук разнообразного мусора, который никому никогда не будет нужен. Да и тебе большому тоже с счету не нужен. Ну, просто все собирают мусор в свои сундуки. А почему бы я не буду заниматься этим? Мне будет время, что надо собирать какие-то воспоминания, какие-то другие вещи, какие-то подвиги, какие-то достижения. Подвиги, конечно, я имею в виду не в духовном смысле, а в кавычках возьму. И человек, как вы заметили очень верно, приговоренный к смерти, а я не хочу никого пугать, но мы все умрем. Это не новость, я надеюсь, но потом воскреснем во Христе и будем жить вечно. Потому что сколько бы мы не планировали жить, мы проживем ровно столько, сколько мы проживем. Я, например, не знаю никого, кроме двух человек, за всю историю человечества, которые бы могли бы сказать, что могу жить больше, чем 100-120 лет. Это не зависит от моего здоровья, успешности, денег или положения в обществе или интеллектуального уровня. Все мы умрем. И это надо четко понимать, это надо помнить. Современное общество пытается спрятаться от страха смерти, каким-то образом уйти от него, не говорить о смерти, не напоминайте мне, что вы делаете, почему вы это делаете. Как будто, если мы не будем вспоминать об этом, это каким-то образом изменится. Да нет, смерть она придет. Гроб ждет каждого. В лучшем случае, конечно, гроб. Ждет каждого. И понимание этого должно не повергать наш какой-то ужас, трепет или ощущение неминуемой катастрофы. Нет, зачем же? Надо просто подготовиться к своему предстоящему воскресенью. Воскресенье будет для всех, но часть будет в раю, а другая часть в аду. Вот к этому надо подготовиться. И всегда иметь в виду, что главнейший поиск человеческой жизни, главнейшее устремление и цель, это именно Царствие Небесное и правда Его, которая достигается через несение креста за Христом. в Христе и в кресте Господнем, мы видим эту не катастрофу смерти, но радость, я подчеркну, радость воскресенья. А вот теперь к второму тезису о том, что отсутствие радости. Человек заходит в храм, особенно это актуально, в период Великого Поста, когда освещение не столь яркое, горят свечи, богослужения длинные и крайне печальные. Человек заходит, он что видит, стоят люди, бормочет там в полголоса чтец, все стоят с печальными лицами, черные платочки у бабушек, черное облачение у батюшек, и с какой-то периодичностью падают они на колени, потом опять поднимаются, и вроде как бы и страшно, и мрачно, и зачем сюда пришел, где радость, обещанная во Христе. Радость, она есть. Именно во Христе. Но радость, это все-таки надо понимать. Бывает радость внутренняя, а бывает внешняя. Человек может плясать и там смеяться, разглядывая фейерверки, но внутри его никакой радости не испытывать. А другой человек может действительно быть радостным и светлым внутри, а внешне, может быть, и не в клоунском колпаке. Поэтому надо здесь разделить одно от другого. Да, и, конечно же, вот, мне как-то, как-то поставил в вину один мой знакомый, близкий знакомый, говорит, вот, приду к вам в храм, а там вот мощи святых лежат. Ну, мертвый человек. И вроде так все страшно и страшно. Все мрачно и мрачно. Как же, как, зачем это делать? Но, действительно, опять же, к кресту вернемся. Поднимаем мы глаза, опять видим, опять мертвого, мертвого Бога человека. Что же, как же быть-то, что? А потому, а ответ очень прост. мы ожидаем исполнения обетований. И в этом ожидании наша радость. Потому что, действительно, может быть, сейчас мы переживаем какие-то не очень радостные вещи, связанные с властью греха и страстей, в которых мы живем. Мало от этого, конечно, радости. Но если обратиться и открыть свое сердце Христу, взглянуть на Него, как на Бога Воскресшего, Бога Победителя, и увидеть на кресте Христа, раскинувшего свои руки, не для того, чтобы страдать только, но чтобы и обнять нас всех, тогда, да, действительно, мы видим радость. И эта радость, мы знаем об этом, она будет бесконечна. Спасибо вам, батюшка, за ваши ответы. С вами, дорогие зрители, мы как раз хотели бы вместе с отцом Герасимом попрощаться именно вот на этой светлой ноте. Крест может быть действительно тяжел. Тяжесть его зависит зачастую не от того, что Господь нагрузил этот крест. Иногда тяжесть креста увеличиваем мы сами, когда сходим с пути истинного, и тогда этот крест начинает цепляться за ветви, мы падаем, когда идем не прямым путем, а окольными какими-то тропами. Но это ношение всегда сопровождается тем, что впереди все-таки нас со своим крестом и на своем кресте сам Христос Господь. Взирая на Него, утешаемся, взирая на Него, радуемся, взирая на Него, как сказал правильно Отец Герасим, мы испытываем исполнение обетований, исполнение наших надежд, надежд прежде всего на то, что будем рядом с Богом. Храни всех вас Господь, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова